Вот, а тут следы птички, птички натоптали, птицы залетают в форточки и натоптали тоже диски хотят. Ну что друзья, поросятам сегодня у нас ровно 60 дней, сегодня у нас понедельник, а ну бытий, вот такие поросята у 60 дней видно родженья, вот Севаны и вот Севаны, а ну держи туда, давай, вот такие, мух конечно тут неимоверно и травами и все, но все равно, а это же я не хочу сейчас переводить их в сарай на откорм, туда все мухи переводят, хочу максимум протянуть еще хотя бы, чтобы мух поменьшило. И вот смотрите, вот 60 дней поросятам, этим и вот этим, а вот разница всего на всего в 20 дней. Вот зацима у них в 20 дней. Дивите, яка разница в 20 дней. Ну то есть, я уже знаю для себя, через 20 дней ци будут таки сами, может даже трошки больше, а может даже трошки меньше. Ну то есть, тут уже, ну я к примеру, что вот 20 дней пройду, я знаю, что ци будут таки сами, как вот эти. А ну, вот. Цим еще нема трех месяцев. Цим получается два месяца и 20 дней. Ну, это же часами. Два месяца и 20 дней. Отдыхай. Так, ну, как я планирую. Возьму отсюда одного. Бо всех тягать, то понятно, что я не буду. Вони все-все одинаковые. Там плюс-минус, я не знаю. Возьму отсюда одного и возьму отсюда одного. И узнаем вес в 60 дней. Я не знаю, сколько будет. Ну, вес то понятно, что не маленький. Ну, ну, чи будет больше, чем вот этих. Мені дуже интересно. Потому что в цих был самый маленький, мы вважали, 27 килограмм в 60 дней, а самый здоровый, ну или большенький, по-моему, 35-36. Я точно не помню, но, по-моему, что-то такое. Или 35, или 36 килограмм. И вот интересно, будет вот этих 40, или нет. Такие, как на вид. Вот я вспоминаю, какие те были. На вид эти больше. А ну да, беги. На вид эти больше, чем те были в 60 дней. А эти больше. Ну, понятно, и эти, а эти таки сами. То же самое. И сейчас узнаем все. Настраиваем веса. Вот чем хорошо, веса купил, и все. И теперь нема претензий никаких. Вы все видите. Все этот. И так же 8 месяцев. Вот будем вваживать. В сентябре будет 8 месяцев. У меня в первых. Так, и свет можем даже включить. Свет у нас ось оттуда. Вот так. Все, я сейчас ставлю. Нажимаем тару. И погнали. Все, устойчиво. Нажимаем тару. Вот. Нули. Вик, нули. Нули. Все, сейчас я первого отсюда, другого отсюда. Или давайте с дальней клетки первого. А потом с этой клетки. Так. Давайте. Жержик. Ну-ну-ну. Ну-ну-ну. Так. Ну, по весу... По весу в районе... По весу в районе 40 точно будет. По весу в районе 60 днев. Ну-ну. Пробуем. Самому интересно. Фух. Сколько там, Вик? 35. 34 900. 35. Бач, не мало 40. Ну, все равно вес шикарный 35, да? 35 килограмм. Вес не погано. Я думал, в районе 40, ну то есть 38, 39. Ну ничего. Сейчас другую партию. 35. Они все опорожняются в ящичках на прибыль. Пошли. 35. Сейчас другую партию. Викстань, чтоб солнце не отражало. Так. Держи. Викстань. И осень. Стрелки сами выводки. 60 дней, она тяжелая. Сколько? 34 800 34 800, ну, бачите, одинаково. 35 прыгает. Ну, ну, выглянь, какая спина широкая в него. О, это канта. 34 900, так само. 35, бачите, одинаково. 35 килограмм, ну, 35 килограмм, ух, 60 дней. У меня предыдущие, что были 35-36, ну, важные. Ну, там большейший был 36. То это у меня первый раз так в моем хозяйстве. Было 27, было 32. Это обычно. 27-32, это нормально. Ну, я уже для себя просто знаю. А это результат, конечно, превысил все мои ожидания. Ну, эти на моем корме. То есть так, как я их кормлю, это новый рецепт я начал использовать. И с черной макухой. И пошло дело. Ну, правда, плавно, постепенно, постепенно, чтобы не было диареи. Потому что есть опасность самого детства. Может быть и отечка, я их не вакцинирую до отечки. И, может быть, диарея. Поэтому я плавно, плавно переходил, переходил. Ну, и перейшел, чтобы ночи у вас особо не было. Ну, и результат, соответственно. Вот 60 дней. То пишут мне, что это нереально в 60 дней. У меня в 4-3 месяца. Ну, это вас так, вы не занимаетесь. Вы кормите просто. А я строго контролирую, чтобы не было диареи, чтобы они хорошо пили воду, хорошо ели. И вот, соответственно, такой результат у ушей. Это 2-месячная порося. Такое на базаре вам должны сказать, если говорят 2-месячная. Вот это 2-месячная порося. Подписывал. Может, откроешь сначала? 2-месячная. Так. И сейчас я дам рецепт. Сейчас все уберу и потом сниму маленький сюжет и рецепт, как я кормлю. И я советую кормить, как я кормлю. А, смотри, 40 грамм на этот. Два штуки на Хезалу. И 40 грамм показываю, да? Угу. Хорошая весна. Я очень доволен. Ну а в сентябре, по-моему, у меня 18-го в первых 8 месяцев будет. Плюс-минус, там или раньше, или на день позже, или на день раньше, там что-то я считал. Мы будем убирать. И сважим по 8 месяцев, який. 8 месяцев. Это они у меня последние уже 2 месяца сидят на просто зерновой группе. Дробленка и черная макуха семечки. Все. Больше я ничего не беру. Макухи набрал много, за недорого. Вот вчера сколько перенесли опилок, но я не носил. Я занимался сараем на щелевых, а Вика загружала в мешки вот таким образом. Я изварил вот такое колечко металлическое. Вот. Это, правда, маленький мешочек попался. Вот так. И она набирала, а Богдан носил и туда на горище высыпал. Вот так. И там раскладываем плавненько так. Все. И вот так набираем. Сколько вы вчера мешки? Это 60, наверное. Ну 60-70 мешков вчера. До верху. Вот такого типа набрали. И Бодя по переносу туда поскладывал. И там, ну потом, как там уже высыпем, рассыпем больше половины. И днем открываем, чтобы она просыхала. И там же тоже расстреляем, чтобы тоже высыхала. Чтобы не резко кучу наловить. Удобно, да, с колечком? Ну так, удобно. Это же и так само, что пшеницу набирают. Кукурузу, ячменник. Ну вот такого типа, ось. Из провалки шестерки сварил. Зигнул. Ну понятно, что зигнул на рівну. Ну примерно. А можно две дужки от ведра старого. Две дужки мы меряли тоже, если сварить, вот такое колечко будет. Ну все, кто не знает, возьмите на заметку вот так пшеницу, ячминь, кукурузу. Все в сыпучку и так само пилки. Также, много комментариев в предыдущем видео, что мыши лизут по стенам. Я тоже так думаю, что они могут лизть по стенам, а именно в векнах. Вот писали люди, что мыши могут в векно залезть. Так внизу не идет. Тут все обшито металлом, там идет швеллер, не знаю, двадцатый наверное. И внутри все залито, то есть там никак не может снизу. Тут я сделал специально, чтобы уже ствол. Сидела. Сидела, а пролезть не могла. Ох ты ж уже, а! Сидела, а залезти туда воно чик-чик-чик, а не может, да? По металлу. Вот я ж скажу, они отсюда, из дверей в основном. Ну то есть сейчас я хочу закрыть векна. И постелю сейчас две доски. Постелю туда две шальовины, чтобы туда ходить по бег-бегам. И зайду туда, закрию векна. Потому что и вот мыша сидела. Она лезет под дверями, как я и думал. И сейчас я сюда века наложу пакетов побольше. Вот тут, где они, хай они голодные приходят, хай едят. О, сейчас я кину доски и сейчас их постелим и так и сделаю. Вот уже сидела, уже тут, а не могла пролезти. Да так бы про Лизу, ее надо коврать пузата, беременна. Вот, все, Лизу туда. По доскам. Да стави на бег-беги. Не, так я на досках, а это разница. Ага, тут первые бег-беги у нас получались не очень ровно, так кривенько пішли. Века контролировала бег-беги, а мы все насилили. И она первые три неровно насыпала, ну. А потом поняла, как и уже каждый бег-бег 850 кг. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, 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 семь. Семнадцать бег-беги, да. Семнадцать бег-беги, то 750 кг. Все, закрываем на защелки, чтоб миши не лазили. Бо сейчас передаю тебе холодание. Ну а так зверху немає мишених пометів. Ну, этих. Бубин, чтоб все хорошо. И тут же, еще помимо всего, сам внизу кто полный, как мы его делали. Мы внизу сантиметров 80, оббили полностью металлом все. Полностью оббитый весь металлом, миллиметровкой, где там больше, где меньше. И потом только сделали заливку на пленку. То есть я говорю, что миша оттуда не залезла никак. Или форточки сто процентов. Или вот, как я только что показал, под дверями сидела, не могла залезти. Сейчас туда накидаем пакетов. Я думаю, будет отлично. Ну, вот так. Я думаю, это первый и последний год, что я сюда вот так в бигбеги складаю пшеницу. Чего первый и последний? Ну, сюда мы первый раз так бигбеги засыпали. А в будущем, я думаю, сейчас после этого сарая на Щелевых. Начнем строить ангар. Потихоньку построим и на следующий год уже будет заезжать машина в ангар, высыпала и все. Единственное, что может в бигбеги будем насыпать по над стенами, ну там, поддельную зерновую группу. Недаром я это делаю. Сейчас бы эта толстая миша тут обсидела. Вот она внизу пролезла. Так, а где? Тут тоже щелий немало. А тут хреба что? Где? Я тут тоже сделал, чтобы щелий не было. Тут немало щелий. И залезла же какая-то. Кузата и залезла. Вот в чем дело. Ну, сейчас мы им пакетики вкинем. Ось сюда ароматных. Хай воно, если залезет, поесть и завернется там. Декорбикормовый цех у меня, где мы делаем корма. Столи в шухлядке лежало пів пачки, смотрите. О, погрыгло. Ось надела пакет. И вот. Сейчас начинает холодать и они сейчас начинают лезть из деда только может. Крыса у меня нет вообще. Крыса я ни одной не видел. Раз побачу, это в том году мы, да, побачив одного крысака. И я его сразу вытравил и мы его забили. Да нет, года два назад. Года два, да. А так я крысы ни одной в себе дома не видел в дворе. Ни в сараях, ни где. Крыса где в основном варена, где деревянные полы, что они могут не зужить. А что, как залез ты ни где. В сарай новый, там вообще снаружи заливка. Потом два металла. Потом опять заливка. Там тяжело залезти. Вон, повоедала. Ну, она-то хорошо, она потравится. Она поела там. Шуклядки прямо залезла. И смерть крысину съела. Вот сюда кинем. Хай доедаем. И на эту сторону. А я вот сюда, да, сейчас разложу. Ось, пожалуйста. Їште, туда не бегайте. Тут сразу встали, погели в спокойном режиме. И все, и не надо ничего придумывать. Вот так мы миш травим. Миш особо, если вот так протравливать каждые две недели, миш особо не имеет. Там не скажешь, что раи. Единственное, в прошлом году, как он все был на возвышенности, вот этот вагон. На дисках газоновских. Чизиловских. И была туда дырка под низом. Да, они лазали. Полы деревянные. Конечно, тут они натворили. Я еще не съедил полгода. А потом зашел через 6 месяцев. Я гляну, а тут все мешки погрызли. Целый рой. Еле вытравили. И вот тоже я давай, думаю, готовиться на весь сезон. И так и наготовились. И вот сделали. Что корм весь влез сюда. Туда вагон. Под навес. В гараж. И там еще будем брать, может, кукурузу. Ну, то есть. Пшеницей больше 40 тонн. Лягло везде вот так. И нормально все побег бегом. З мешками не мучилось ни где ничего. И все аккуратно мне нравится. Но все равно физический труд, конечно, тяжелый. Будет ангар. Будет намного проще. Я думаю, постепенно сделаем этот ангар. Там, конечно же, куски металлические. Такое все. Ну, будем сваривать. Построим. Поварим эти фермы. Все сделаем. И уже будем. Уже не будем так мучиться. Так. А это, наверное, туда и рассыплю, да? Ось. Вот тут лежало. Шуклятки. И залезла. Зъела я. Ну, то хорошо, что она его съела. А вообще, мы тут тоже, как. Тут топовая доска. Потом ОСБ и иди. И линолеум. Ну, внизу они лезли у меня в щели. Но в щели мы сделали вон. Между полами металлический вот такой угол. Типовая плинту. Чтобы они не дали не могли залезти. Ну, тем не менее, они лезли даже. Ось. Дверь уже открытится в день. Вона зайсла миша и все. Тут мы миш уже знаем. Мы их травим легко. Вот там біля крупоружки кидаю. Вот так порозкидывал. И они все поедают. Потом ходит чумна. И ногой выкину все. Ну, а тут. Лис тоже. Аккуратно все лягло в бирбенгах. И все отлично. Лучше, чем насыпь я в этом году. Вот туда. Тут думаю, то миша, то листочок якийсь. Осень. Осень, да. Тут также влезло. Скільки, 15-16 бирбенгів. И место есть, где развернуться, трошки рабить. То есть вот так. Ну, а теперь. Сейчас покажу, расскажу рецепт, каким я кормил. И дам совет, как лучше кому кормить. Перосяд на старте. Вот вот его. Вот оно родилось. Начало ести. Представьте, как дальше. По рецепту. Именно, какие рецепты используются. Ну, тут, как бы правильно вам объяснить. Ну, во-первых, не все поросята так ростимуть. Потому что поросята в основном переведены. Ну, как переведены. Ну, просто в народе дворовые. Поэтому не все так будут ростить. Есть, если поганые поросяты и хоть чем кормить, оно не росте или росте так вяленько. Ну, вы сами это знаете, что есть факт. Ну, есть такие. Если нормальное поголовье, там, с комплекса, трехпородный гибрид, росте будет так, что мама не горит. Значит, смотрите. Советы для тех, кто кормит себе дома, не здоровое поголовье, там, один выводок, или две свиноматки. Я, допустим, советовал кормить на старте БМВД 25%. Самое лучшее. И начинать. Вот, допустим, они начинают ести поросята предстарт из 15-20 дня. Вот предстарт, хай начинают ести. Ви забрали поросята, там, допустим, в 30-35 дней свиноматки. Вони дальше должны ести предстарт. И предстарт начинаете смешивать потихоньку из стартовым уже готовым БМВД 15%. Ось я написал, это в процентах, но в килограммах так же. То есть БМВД тоже потихоньку начинаете. 15% 15 кг БМВД 85% зерновой группы. Зернова группа в моем случае только пшеница. У вас может быть ячминь, кукуруза, пшеница. Я кормлю только пшеницей. Ви там уже у вас каждого своя. И потом по нарастающим 20%, то есть 20 кг БМВД 80 кг зерновой группы. И потом уже через дни в 10-15 полностью даете 25 кг БМВД 75 кг зерновой группы. У вас в общем выходит 100 кг готового корма для старта. И так переводите их плавно, постепенно, чтобы не было отечки, диареи и так далее. Поэтому как бы не спешите. Ну и следить, чтобы не было у них поносов, потому что самое, что такое есть погано, это поносы. Поносы, оно потом не росте, дрище, ну то есть погано тоже. Лучше с БМВД. Соевый шрот и премикс. Соевый шрот и премикс это всегда, ну, как бы проблема. Во-первых, соевый шрот, он разный. Ну, який у вас соевый шрот, вы знаете? Вот я свои знаю, який я беру. Я и дивился лабораторные показатели. То есть я знаю, сколько там белка, сколько чего. И то есть я в соевом шроту, где я беру, я там уверен, мне там нравится. Поэтому я, как бы, его использую. Макуха черная. Соевый шрот, черная макуха, премикс. В кого 2,5% она стартит, а в кого 3, в кого 4. Ну, я написал 4, то есть каждого по-разному. Кто вы там, каким пользуетесь, это уже дело ваше. И так само БМВД, дело ваше, каким вы пользуетесь. Який вас там поближе, чтобы покупали и все. Как я делаю старт? Соя 20, макуха черная, вот эти семечки. 6, премикс 4, зерновая группа 70. И в общей сложности выходит 100 кг готового стартового корма. Но это, я скажу, что не каждый порося так ростит. И, во-первых, самая по голове разницу имеет и сам соевый шрот. Вы же посмотрите, а сейчас соевый шрот есть и цена 13, есть 15, а если вообще берешь тонну 11. Ну, какие же там белки, какие там протеины, неизвестно. Поэтому тут тоже, как бы. Бо, много кто смотрит сами рецепты, то и у меня поросята начинают поносить. Ну, а как ты хотел? Тебе же надо постепенно. То есть, начинай с предстарта переводить их на старт. Я, допустим, с предстарта тут подмешиваю свой уже готовый старт 100%. Я не постепенно. Это я вам скажу постепенно. Потому что много людей неопызных здоровало и все. И поросята в него начинают. А потом пишет в комментариях у меня поросята диарея в поросят. Понятно, что будет диарея. Поэтому я для вас пишу постепенно переводите. А я в себе каждый день контролирую, следую на счет этого и стараюсь сразу пресекать. Малейшие какие-то признаки поносить или что я сразу все это пресекаю. То я даю 100% сразу. И предстарт подмешиваю его по чуть-чуть и все. И они с предстарта, после этого предстарта, которые едят, начинают ести по чуть-чуть. Я подмешиваю, подмешиваю, подмешиваю. И так переходят полностью. То есть, тут каждый уже решает сам, как ему проще. В принципе, рецепты все одинаковые. Но я же вам скажу, тут роль играет только соевый шрот и играет роль премикс. Зерновая группа, понятно, у нас у всех она одинаковая. Там пшеница, что какая в ней там. Что пшеница, что ячмин, что кукуруза, это все одно и то же самое. Я не считаю, что воно у него какая-то польза. Это просто основная группа зерновых. То есть, там плюс-минус белок, протеин, воно все одинаково. Там разница незначительная. Кто там ячмином, кто пшеницей, кто как. Я пользуюсь только пшеницей. Вот так. Ну думаю, объяснил. Все. Оце я так кормлю. Ось я оцех поросящусь сегодня мы вважали. Перевел их. И забрал от свиноматки. Вони ели предстарт. Потом по чуть-чуть вмешав свой готовый. По чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть. И все. И прищолкнулись. Вони едят уже давно обычный оцей корм. Подкислители я никакой в воду не добавляю. Ничего не добавляю. Единственное, что прокавою буває амоксицелин при отъеме. Забрал амоксицелин, проколов. И начинаю, ну у них же стресс. Все равно, может быть, отечка и без сои, и без премиксов. Вона может быть просто от пшеницы. Это кишечная палочка. Ну а может быть отравление. Не именно, только от сои и премиксов. То есть будьте очень аккуратны. Ну а там уже каждый сам знает, что как. Ось для новичков неопытных. Все равно тут так все не объяснишь. Тут не так, что накидываешь и кормишь, и у меня все хорошо. Тут надо вникать в это дело. То есть вникать в порося. Чтобы они нигде никто ничего не заболел, не закашлял, не задрестал и так дальше. То есть это надо следить. И тогда соответственно у вас будет результат. Ось как у меня. Он у меня ожидано, ожидано. Сказать, что я не думал, то думал, я все бачу, как они ростут. Я бачу, каждый день замечаю, как они ростут. Утром заходи, я замечаю, как они ростут. Так что вот так. Вот те, что пишут мне. У меня там такой вес 2-3 месяца. Я 20 лет занимаюсь свинями. Ну занимайтесь хоть и 30 лет. Я же не против. Я показываю, как я кормлю. И там вот. Печкать, химии, кого-то. Ну кормить, как вы и кормите. Просто пшеницей и все. Зачем доказывать другим, навязывать свое мнение. То есть все так. И этот корм кормите до 30-40 кг. Ну там кто по себе, кто до 30, кто до 40. А потом переводить на гровера, а потом уже на финиш. Я в предыдущий выводок не переводил их на финиш. Я гровер подавал и потом просто ось макуха и зернова группа и все. Воно если старт не у вас на старте, оно само хорошо и потом иде. Ну а там думайте сами и решайте сами. Будь или не будь. Всем пока.